Одну простую сказку Одну простую хотим вам рассказать Ее мы помним с детства А может и не с детства А может и не помним Но будем вспоминать Нам помнится вороня А может быть собаки А может быть короби А нам не повезло Прислал ей кто-то сыро Грамм думается дверь А может быть и триста А может попело Но еле она взлетела А может не взлетела А может быть на пальму С разбегом забралось И самая позавшая Я может поверять А может быть на улице Спокойно забралась А дальше Но тут леса бежала А может не бежала А может этот страус злой А может и не злой А может этот горник был Он шел по сельской местности К ближайшему орешнику За новой митлой Послушайте ворона А может быть собака А может быть короба Ну как вы хороша Ну как вы хороша У вас такие пения У вас рога такие Копыта очень стройные И добрая душа А если вы споете А может быть залаете А может замучите Коробу ведь мы в чат Кто в вас и главный шоу И на кроме телевизор Подарок за кружки А может быть мы в чат И глупая ворона А может быть собака А может быть короба Как что-то запоет Я ворона, я ворона Я собака, я собака Я короба, я короба Да-да-да-да-да-да Да-да-да-да-да-да Да-да-да-да-да И от такого трения Может и не пения Упал немедленно в обморок От смеха весь народ От сыра той вороны А может быть собаки А может быть короба Конечно же упал И прямо на лисице А может быть застрауса А может быть надворника Немедленно попал Идею этой сказки А может и не сказки Поймёт не только взрослый Но даже Горобу Не стойте и не прыгайте Не пойте Не пляжите Там где идет строительство Или подвешен груз Не стойте и не прыгайте Не пойте Не пляжите Там где идет строительство Или подвешен груз Дорогие друзья, на пятом канале специальный выпуск программы В нашу гавань заходили корабли Специально, здравствуйте, 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 дорогие наши зрители Вас сегодня приветствуют авторы и ведущие этой программы Юбиляр Эдуард Успенский Специально, наверное, сильная такая нарядная Наши постоянные аккомпаниаторы в студии Юрий Бадал, гитарист Пианист Дмитрий Петров На нашу трибуне пришли участники и друзья Эдуарда Николаевича Успенского И поздравить сюда пришел замечательный ансамбль, с которым мы дружим очень давно Домисольки Художественные руководители Ольга Юзина и Иван Жиганов Спасибо вам, ребята Эдуард Николаевич, мы с вами давно знакомы, мы вас очень любим Мы не зря приехали сюда поздравить вас в вашей гавани с юбилеем Итак, ребята, три, четыре С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, ребята Это такие все замечательные, восхитительные, такие чистые голоса красивые Так все умытые, чистые Руки покажи, а? Руки покажи Блеск, а? Смотрите, вот эта песня очень странная Я написал ее в попыхах Буквально за несколько часов Надо было запускать бригаду Моцарт, вы наш Нет, просто очень деньги были нужны Нет, надо было срочно сделать материал В принципе, если вздуматься, это глупейшие слова Причем тут страус злой, а может не злой Откуда он взялся? Или дворник ошел, шел к колешнику за новой метлой Если бы, я писал в торопях, может быть, дал бы Саше мне время Я бы исправил, улучшил бы И тем самым мог бы погубить стихотроение А Саша Татарский, вот он это все как-то передал И эти все нелепости стали лепостями К моему удивлению, песня стала очень народной И особенно мне нравится финал в этой песне Иногда поют Не стоите, не бегайте, не поете, не пляшите Там, где везут правительство или подобный груз Ребята, садитесь, пожалуйста Вы будете сегодня тоже гостями Вот сюда, бегите Вот, Игорь Николаевич, а вы узнали вообще Свою песню в современной аранжировке? Замечательно сделали Прямо сегодняшняя жизнь, сегодняшний день Сейчас на пятом канале реклама Отдохните пока, Эдуард Николаевич С днём рождения И так, мы вновь в студии Спецвыпуск, посвященный Юбрею Сенфар Вот, друзья, Леонард Николаевна сказал, что Каким-то образом этот сегодняшний гавань Привязана к моему дню рождения Самым прямым Вы знаете, я обречусь одним из самых несчастных людей в этом зале Я люблю, когда хвалят мои книги Но когда говорят, ой, какая радость Вам сегодня 70 лет стухнуло, понимаете Я не испытываю какого-то восторга особенного Эдуард Николаевич, ну я вам хочу вас немножко успокоить Дело в том, что мы решили, так сказать, ваше день рождения сделать просто поводом для особенной программы Поэтому вы тут совершенно ни при чём, так на самом деле Поэтому вы со своим там днём, этими годами Вот, у нас действительно пришли Посмотрите, Эдуард Николаевич Ну разве просто в программу пришёл бы, например, Марк Разовский? Да, конечно, никогда не вытащишь А тут, знаете, бросил всё на день рождения Я всегда по первому зову, между прочим Мария Игорьевич, я не в упрёк А потому что мы вам звоним, звоним У вас всё время спектакль, я же это хорошо понимаю Мария Игорьевич, давайте вот вы какие-нибудь слова скажете Давайте на сцену, чтобы мы вас видели Вы как-то так вот начните Наше взрослое выступление в этой программе Вы знаете, я знаю этого человека Он был тощий такой, знаете Носился по Москве, возникал во всех клубах Во всех домах культуры А теперь такой Мэтр Разовский Мы с тобой одногодки И для меня ты, конечно, не столько Эдуард Николаевич Сколько Эдик, Эдик Успенский А так по дружбе мы тебя всегда звали Эдюля Он вообще начинал как писатель-юморист, сатирик И, кстати, очень хороший И в своё время он сделал такой решительный шаг Он отошёл от этого жанра Ушёл, как говорится, впал в детство, я бы так сказал Поэтому твои 70 лет, 70 лет детского писателя И такого прекрасного, замечательного детского писателя Потому что ты ушёл в детскую литературу Из этого жанра сатиры и юмора И это был правильный шаг Потому что ты сделал счастливыми Ну, несколько поколений людей Я преклоняюсь перед тобой Значит, ты, в общем Я отстаиваю, что если должен быть какой-то культ личности в наше время То культ личности, вот такой личности, как Эдуард Успенский Поэтому я тебя и называю генералиссимусом детской литературы Ура, товарищи! Ура! Ура! Ну, а в подтверждение того, что мы с тобой знакомы давным-давно Я действительно спою тебе песенку или несколько песенок Я не знаю, сколько выдержит аудитория и ты сам Но мне хочется напомнить тебе твое студенчество Так вот, застольная Маёвская На мелодию «Прощайте, столистые горы» В студенческой жизни весёлой Теряем мы праздником счёт И пусть в общежитии снова К нам счастье и радость придёт Забудем на время учёбу Тетрадки отложим на миг Поставим бутылки с перцовкой и ромом На стол средь конспектов и книг Но вот разбегутся дороги Уж даль инженера видна Но были и мы козероги Об этом забыть нам нельзя Забыть, как зачёты сдавали Забыть, наш любимый, мои Ты помнишь, как водку из банок хлебали Из-под баклажанной икры Судьба наша где-то таится Застрявши на звёздном пути Стальная могучая птица Должна нам её принести И где бы, товарищ, ты ни был Мы вместе учились в мои Недаром кусочек лазурного неба Сияет у нас на груди Макс, спасибо Это песня Майовская, где он откопал Я не знаю А козерогами он назвали второкурсником Первый, второкурсник, а козерог, козерог, козерог Молодец, Марик, похлон тебе Спасибо тебе и тебе Главное, счастливого полёта дальше Боречка, ты знаешь все песни Давай один куплет Вот это песни реальные Прощайте, скалистый город Давай, красивая песня Прощайте, скалистые горы На подвиг отчизна зовёт Мы вышли в открытое море В суровый дальний поход А волны и стонут и плачут И бьются о порт корабля Растаял в далёком тумане рыбачий Родимая наша земля Растаял в далёком тумане рыбачий Родимая наша земля Корабль наш упрямо качает Крутая морская волна Поднимет и снова бросает В кипящую землю Она бездну, конечно Назад мы вернёмся не скоро Но хватит для битвы огня Я знаю, друзья Что не жить мне без моря Как море мертво без меня Я знаю, друзья Что не жить мне без моря Как море мертво без меня Дальше или не надо больше? Уже не знаю, Борь, что сказать Пока вы там ругались Я думаю, дай-ка я это пою до конца Попей в своём уговорке Борь, а ты думаешь, чего мы ругались? Я всю программу говорю Дуарта Николаевич, улыбайтесь Что же вы такой грустный? Вот объясните нам, Дуарта Николаевич Чем вы задумались? Может вы о чём-то думаете о своём? Как-то вы так не совсем с нами сегодня Господи Да нет, я с нами, с нами, с нами, Лера Всё нормально Просто действительно, когда я не люблю даты Я не люблю юбилеев Я вообще рабочая лошадь И когда вот так вот надо Тебе говорят какой-то хороший ум Я думаю, может быть, это Как же в амбразуру хочется уйти Я обычно на гавани, ты весёлый Правда же, Борь? Я знаю, что вот вы действительно Много в эстраде работали Я не очень понимаю Конечно, это здорово, что вы ушли в детскую литературу Но я не понимаю Ведь вы же хорошо работали И писали замечательные всякие там Эти, как их называют Ну Для Да, номера, филитоны, скетчи и прочие радости Да Вы знаете, вот Действительно, я был хорошим автором эстрадным Марк это подтверждает И выступал много вместе с Арканом Гориным и другими юмористами С Хайтом, Курлянским Вот И я славился тем, что я придумал хорошие приёмы эстрадные Вот это был мой конёк Ну и чего же вы ушли в детскую литературу? Ну, сейчас, подождите, хотя покажу, что такое странный приём Я сейчас покажу одну Приёмчик, Лер Только подержи микрофон у меня Или мне нужно стойку, что ли А вы не хотите сесть? Чего вы вообще встали? А надо мне показывать руками Ну, а что, на стуле руки? А я не могу с микрофоном и с руками, Лер Сиди, у него руки не работают Ничего Встань, Лер Мне лучше вы сядьте, Доркадь, я вам подержу Вот Давай так, ладно, разумно Давайте, смотрите Вот, что такое странный приём Я помню, я иду однажды Продаются такие балалайки детские Знаете, крутятся они Длин, 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 длин Я беру её Сарманович такая Я И там говорю Эх, яблочко, куда ты ко? Эх, яблочко, куда ты ко? И кончается Эх, яблочко, куда ты ко? И я сразу Не было Набракованной штучкой Я сразу придумываю номер Так, и кто же это изобрёт Наверно, крупный инженер А может, он был не вполне А может, это просто бра Да нет, наклейка первый со А может, выпустил дура Да нет, морковский сонархо Эх, яблочко, куда ты ко? А дальше уже просто идёт Такой набор Допустим, я сейчас пынаю Что-то такое там Ливенбуклиша спели Допустим Один совхозный агроно Он взял деревья всех сорто Скрестил по методу лысе И сад колхозный об лысе Серьёзный человек И вот такой ерундой занимается На самом деле, вот Молодец Боречка Львович Может быть, ты тоже что-то Для именинника И для нашей гавани Приветствуйте, пожалуйста, друзья Дорогие друзья Приходите на юбилей с папкой Где написано Дорогой Эдуард Николаевич Это дело чиновников У нас это считается делом презренным Надо обязательно прийти с капустником Вот И я, конечно, значит, тоже Сегодня заготовился Я бы тоже очень много мог Спеть дифирамбов Нашему дорогому Эдуарду Николаевичу И особенно я ему благодарен За создание вот этой вот Великолепной истории Которая называется В нашу гавань заходили корабли Но вот, собственно, здесь всё написано Внушила мудрость нам одну страна родная Росли мы с детства Поговорку эту зная В России хочешь ты греши А хочешь кайся Но от тюрьмы и от сумы Не зарекайся До нас из книг дошли Отрывки правды жгучей О том, как надо жить За проволокой колючей Но лишь один Успенский Приложил старанье Он создал гавань Как основу воспитания Наверк пославши в баню Песни красной пресни Интеллигенция поёт Блотные песни И если скажет нам Судьба, пора по нарам Мы все придём туда С большим репертуаром На зону мы не попадём Как куры в ощупь С репертуаром Там сидеть гораздо проще На много лет нам хватит Петь его красиво За что Успенскому Огромное спасибо Но я хочу сказать На этом самом месте Вот хорошо бы сесть Нам всей командой вместе И чтоб Успенского Конечно в этом зале Все непременно Самым первым повязали Чтоб обязательно подала И Петрова Ведь на гитарах Все играем мы хреново И будем биться мы С юстицией до драки Чтоб Леру с нами Поселить в одном бараке Ах, как мы вместе Будем петь и веселиться Ведь время есть Куда нам, братцы, торопиться И наш канал На зону камеры доставит И посредине нашей камеры поставит Конечно в этой песне Правды нет немало Дай Бог, чтоб у нас Такая доля миновала А все ж спасибо им обоим Право слово За то, что мы, как говорят Всегда готовы Борис Львович Великолепный Борис Спасибо тебе Вообще так здорово Вообще вот Если в такой компании То я тоже согласна Даже в мужском бараке Так еще и больше согласна О, карте место Ладно, друзья Сейчас у нас небольшой перерыв Мы отдохнем На пятом канале реклама Мы вновь в нашей праздничной студии Праздничной по настроению студии Мы продолжаем нашу программу Значит, Марвий Горич Спасибо ему, пришел к нам не один Потому что с Эдуардом Николаевичем Дружит весь театр Розовского Марвий Горич, кого вот вы сейчас Представите из своих Немногочисленных сегодня актеров Поздравить Эдуарда Успенского Ну, кто первый, кто желает Давайте, ребята, сами Пожалуйста, приветствуйте Заслуженный артист России Игорь Старосельцев А можно вопрос, вот чисто такой личный Эдуард Николаевич Когда я пришел поступать в театральный институт Вот в первый день То маленькая старушечка Такая божья Дуванчик, вахтерша Которая сидела на вахте Сразу мне сказала А ты не поступишь Говорю, почему? А ты рост-то маленький А принимает в театральный Только высоких Вот скажите, пожалуйста Вам, как писателю Не мешал никогда Рост не помешал вам ни разу в жизни? Ваш высокий рост А все великие были маленького роста? Вот Сказал Марк Григорьевич Нет, я про Наполеона Про еще там несколько Ой, ну вспомни кого-нибудь Высокие тоже были Ну, честно говоря Высокий рост не помеха для таланта Конечно, конечно Но тем не менее Все равно мал золотник да дурак Это не такая пословица Ага, понял Есть еще одна пословица Мелкая блоха злее кусает Ну ладно Значит, в одно вопрос так вы и не ответили Эдуард Николаевич Тогда мы постараемся с песней Нет, понимаете Как-то жизнь такая напряженная Суетная до сих пор Я просто даже не замечаю Своей внешности Я такая размазанная Сумстанция по Москве Понимаете По квартире там По загороду По интернатам Поэтому Может быть я когда Так лягу насмертно А дру Я себя и смирю Так Ну, Эдуард Николаевич Ну, только не торопись И все Я 20 лет назад Влюбился Красив и молод был тогда В любви я сразу Объяснился Она в ответ Сказала Да Но чтоб ее Но чтоб ее Поцеловать Я встал на стул Но все равно Не смог достать Я много В жизни потерял Из-за того Что ростом мал Я много В жизни потерял Из-за того Что ростом мал Однажды В бане первоклассной Устроил банщику Скандал Намылил он меня Прекрасно Но в пене мыльной Меня он потерял Искал Искал он долго Но не нашел Из пены выплеснул Меня на пол Я много Я много В жизни потерял Лишь потому Что ростом мал Ох я много В жизни потерял Лишь потому Что ростом мал Вот вчера В кино С сынишкой Были Едва Достал Билеты Он Но контролеры Заявили Детям Ход строго Воспрещен Тогда Сказал Тогда Сказал Сынишка Мой Не бойся Папа Дуй за мной Я много В жизни потерял Лишь потому Что ростом мал Я много В жизни потерял Лишь потому Что ростом мал Спасибо, Игорь Присаживайся Эдуард Николаевич Ларису Хочу Ларису Крылову, пожалуйста Хочу Ларису Крылову Ларис Значит Это наша участница Это не просто Лариса Крылова Это еще наши участники Значит Геннадий Самойлов Справа от нее и слева Александр Перевозчиков Да А почему Ларис Да Мы сегодня хотели для вас В честь дня рождения Подарить вам Много улыбок Радости И Бутылочку вина Бутылочку вина Мы все Попозже распоем А сейчас споем Хорошо сказал Распоем А Разопьем Разопьем После эфира Господа Эх, ли цыгане Не догонишь Пели они песню Не поймешь Была у них Гитара Не настроишь И в общем Ничего Не разберешь Бутылочка вина Да не болит голова А болит у кого У кого Ты кто не бьет Ничего Бутылочка вина Бутылочка вина Не болит голова А болит у кого У кого Ты кто не бьет Ничего Так лучше быть Погатым Но здоровым И девочек Расскажных Солова И миновать Тюрьмы Забот Суровых И деньгами Карманы Накрывать Бутылочка вина Да не болит Голова А болит у кого Ты кто не бьет Ничего Бутылочка вина Да не болит Голова А болит у кого У кого И кто не бьет Ничего Эх Ехали Зыграние И давайте Зыграние Нет Стойте Стойте Там Мир Михайлович Давай 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 Играй А Да Да Так лучше Веселиться Да Мишолька Запомнили припев Да Давайте Бутылочка вина Давайте Не болит Голова Ну Эдуард Николаевич Вот Эдуард Николаевич Молодое поколение Подождите Товарищ Минуточку Вот Эдуард Николаевич Вы знаете Вот вы когда Сегодня начали Петь Какую-то песню Я хотела сказать Что знаете Друзья К вашему юбилею Нынешнему За 15 лет У вас произошли Колоссальные изменения К лучшему У вас появился слух У вас появился Но у вас куда-то Исчезло чувство ритма Черт возьми Эдуард Николаевич Вы стали Все время поперек Давайте Хотите кто-нибудь Что-нибудь спел Ну намекните Мы с Петровым Сделаем Понимаете Вовремя Я хочу Чтобы ребята Из Домесочки Теперь мы поняли Этот припев Такой Чисто детский Бутылка вина Не болит голова Вы хотите Поотставить детей Это мы поняли Бутылка вина Не болит голова Бутыль молока А болит Кого Кто не пьет Молоко Бутылка вина А не болит Голова Он болит Голова Бутылка вина Бутылка вина Я хочу сказать Что страшнее нет Педагогов Чем детские писатели А мы вот сейчас Так, проходите, проходите, мальчишки, что стоим? Нет, мы сейчас, мы сейчас. Виктор Николаевич, значит, я сейчас хочу предложить вам послушать еще одного... Саша, Саша. Виктор Николаевич, не, Глазунова, Виктора. Нет, а вы получите, Лера, минуту. Виктор Николаевич, вот именно, сейчас был наш... Нет, это все правильно, да. Он с гитарой зато. Виктор Николаевич, тоже с гитарой. Давай, Витя. Нет, вот у нас сейчас будет Витя Глазунов. Ну, это все время, вот, понимаешь, Лера, вот ты с меня, вот. Ну, кому, кому тебя не спешит? Вам, поэтому меня надо слушать сегодня. Вы знаете, с легкой руки Дуарда Николаевича и Марго Григорьевича, в театре, в котором, значит, мы работаем, это театр у Никитских ворот, возник новый цикл песен, новый жанр песен, который называется «Песни одноразового применения». Вот, мы уже, мы об этом говорили, значит, песни, которые... И поете его несколько раз, да, уже эту песню? Да, да. Это песни, которые делаются для капустников «Последнюю ночь», для того, чтобы быть один раз исполненными, и после этого сразу быть забытыми. Но вот, как некий этаписец, я постарался эти песни где-то записывать, и в конце концов, вот, получился некий такой цикл, начало которому было положено, опять-таки, в этой передаче «Нашу гавань заходили корабли». И сейчас вот одна из основополагающих, так сказать, этих песен мы попытаемся с Сашей Вилковым исполнить. Вы-то похвалили актеров нашего театра, что не бывает никакой зависти. Все у нас такой дружный клубок друзей. Это музыкальный ответ. Я понял, какую песню поете. О, как они мне надоели, мои собратья по искусству. Какие б маски ни надели, не скроешь истинного чувства. О, как они мне надоели, мои собратья по искусству. И, просыпаясь еле-еле, клянешь вчерашнее без пустого. О, как они мне надоели, мои собратья по искусству. Сперва озно, потом похмелье и привкус квашеной капусты. О, как они мне надоели, мои собратья по искусству. Жизнь хороша на самом деле, и на душе тепло и грустно. О, как они мне надоели, мои собратья по искусству. Дрожит под снегом лапа елья, похмелье пруст, в кармане пусто. И, как, наверное, надоел я, мы, моим собратьям по искусству. Я даже не знаю, у нас, наверное, в гавне, наверное, не смогла бы появиться такая песня. Я говорю, Боря, у нас, наверное, не смогла бы появиться такая песня. Мы меньше времени вместе проводим. Нет, дело не в этом. Я всегда говорю, что народ непрофессиональный, самодеятельность. А у них дружно все, понимаешь? Спасибо. Да, Эдуард Николаевич. Елена Николаевна, я прошу сюда подойти. Зачем? Соскучился. Что вам здесь не сидел? Я хочу... Дело в том, что у нас с тобой какие-то конфликты часто бывают. И что? Вы меня на дуэль вызываете? Я эти конфликты перенес на произведение искусства. Песню написал. Пожалуйста, Лерочка. О, Эдуард Николаевич, я ее могу не вспомнить. Вспомним, вспомним. Когда-то в каком-то сельском клубе я услышал одну частушки. И была очень хорошая мелодия. Мне показалось тогда, когда я потом пытался объяснить, что эта музыка хорошая, и кроме Петрова никто этого не понимал. Говорят, что два аккорда и какой-то бред. И там были такие слова, я запомнил. Ума моего, уми, милого, лова, раскуку, дырява, дырява, голова. И больше я не помнил ничего. Но и так хотелось сохранить в силу моей музыкальной примитивности вот эту мелодию. И этот прием, что я написал песню, куплеты, которые очень хорошо решают наши отношения вот с этой замечательной. Ничего подобного, Эдуард Николаевич, знаете, что вы так говорите? Вы сначала написали песню, так, ну, как бы продолжили, да? А потом мы как-то решили, что это, значит, вы хотите, чтобы мы сейчас эту песню здесь спели? А если мы что-то забудем? Как-то, знаете, не в рифму проще ругаться ты должен голосовать. Ладно, не путай меня. Итак, уми, меня, ребята... Вот это анализ, правильно? Тональность, да понять не имею. Уми, меня, ребята, мама, в том виновата, раскуку, дырява, дырява, голова. И с головой кудырявый он вид имеет правый, а в голове виви его трава. А у моей молодки в голове кологотки А вокруг нее сплошной развал Сидит на диване с головой в экране 145 смотрит сериал А мой муженечек сядет на пенеч И размечтается он до небес Подумает и балдеет, как он разбогатеет Как шесть и сотый купит Мерседес А мой дорогой бездельник взял бы Ты лучший веник, ты посмотри вокруг, какая пыль Да ты, конечно, гений, только без размышлений Не появится автомобиль Пудры, духи, помады, импортные наряды И нету времени совсем для книг Да, да ладно, не буду дурой срочно Займусь культурой, но вместо супа ты получишь фип Мама моей молодки Мой дорогой бездельник А вокруг нее сплошной развал Да ты, конечно, гений, только от размышлений 145-й смотрит сериал Чем нам вот так ругаться? Может быть, нам расстаться? Нет ни за что на свете не балуй Я не хочу другого Где ж я найду такого? Вот тебе мой горячий поцелуй С днем рождения, Эдуард Николаевич! А теперь Александр Перевозчиков Пока она не успела кого-нибудь из своих объявить платных Из своих, Марк Григорьевич Он ваших называет моими Ну что же Пусть будет так Александр Перевозчиков Кинооператор Актер, режиссер, музыкант А главное, постоянный участник нашей программы Пользуясь случаем, продолжая традицию сегодняшнего юбилея Я тоже с духовной пришел С духовной Последней Сейчас я в образ войду Сейчас я расскажу историю еще одну В связи с этой, с духовной Эдуард Николаевич подсунул тут 14 куплетов Естественно, я освоить не мог 14 сразу Я тут вымарал немножко Тут останется 3 сейчас Вот А перед тем, как спит Значит, анекдоты расскажу Приходит в магазин Знаете, старый анекдот уже Приходит в магазин Такой Бручок Конкретный Парфюмерный магазин Сухой закон Горбачевские времена Девушка У вас есть? Че? Ну вот это Вот это Вот это Вот это Вот это Ну че, че, че Говори, говори Я не помню Вот это О, ландыш что ли? Ну Вы вчера разобрали Ой, ё А че есть? Ну возьмите вот это Ну это дорого Куда? Ну и сиди с этим, спи, песня Друзья Под агрой Изнуренный Осталось мне Недолго жить И может быть Всей жизни тленной Осталось мне Немного пить Моя Духовная Я готова Сегодня Завтра Ухожу Скажу Всего Одно-два Слова За то О чем Сейчас скажу Отдайте Дог Вы мой Заводку Вонюшки Искряги Бурсаку Пятак Маланьи За селедку И грош Борису Ковостяку В том кабаке Меня Заройте В котором Чаще Пировал И мне Могилку Так устройте Чтоб я Под бочкою Лежал На камень На камень К стенке Положите На головой Под самый кран И правую руку Поместите Любимый С водочки Стакан На дробный Стих Вы не Пишите В каком Я Чине Сколько Жил Всего Три слова Напишите Покойный Водочку Любил Тогда Исполните Все это Друзья Я вас Озолочу Их На веревке С того Света Бочонок С водочкой Спущу Спасибо Саша Мы запомним Класс Это чистая Импровизация Друзья Или всю жизнь Комменти Снимался А сейчас Дорогие друзья На нашем Канале Юбилейная реклама Спасибо Реклама Закончилась Продолжаем Дальше Веселиться На моем юбилее Наша программа Ваша юбилейная Вы скоро Так сказать Отмучаетесь Уже В этом смысле Но все-таки Мы Наши Гавань Не могли Вам Не подготовить Конечно Какую-то песню Поэтому Ребята Я прошу Всех Участников Что значит Всех Те которые Сегодня сумели Прийти К нам На передачу Вот И пойдемте Сейчас с вами Споем Так что Эдуард Николаевич Вы сидите Смотрите Да Мы сейчас Будем петь песню У нас В нашей Так сказать Программе Заведено На известную мелодию Делать переделки А я попрошу Еще все Весь зал И может быть Наших телезрителей Подпеть Потому что там Все очень просто Сейчас показываю Пример Вы должны петь Вот так вот И вот Помните на позицию Девушка Да Дмитрий Михайлович Особенно вот до Мисольки Помните Они как раз Та на фунт уходили Значит Эдуард Николаевич Потом Это вас не касается Следующая точка Эдуард Николаевич Вас не касается Эдуард Николаевич Понятно? Игра понятная? Все И последнее Надоели вы нам Эдуард Николаевич Не порай по домам Не порай по домам Банан налить 200 грамм Например Или Давай Эдуард Николаевич День рождения у вас Эдуард Николаевич Это праздник для нас Эдуард Николаевич Мы расскажем сейчас Эдуард Николаевич Как вы жили до нас Эдуард Николаевич Инженером служил Эдуард Николаевич Службой не дорожил Эдуард Николаевич На начальство кричал Эдуард Николаевич Премий не получал Эдуард Николаевич На эстраду пошел Эдуард Николаевич Там себя не нашел Эдуард Николаевич Всей стране угодил Эдуард Николаевич Эдуард Николаевич Чебурашку родил Эдуард Николаевич Это детский кумир Эдуард Николаевич Знает вас целый мир Эдуард Николаевич Создал гавань свою Эдуард Николаевич Сам же в ней и пою Эдуард Николаевич Уже много лет Эдуард Николаевич Эдуард Николаевич Вас не примут в балет Эдуард Николаевич Я хочу возразить Меня можно по сцене На тележке возить Эдуард Николаевич Эдуард Николаевич Эдуард Николаевич Сколько женщин кругом Эдуард Николаевич Вы бы за ними Эдуард Николаевич Бегом Эдуард Николаевич Мне же не пятьдесят, я бы рад бы побегать, но коленки скрипят. На позицию девушка провожала бойца, Но бы ночью постилась на дубе, как крыса. И пока за думами видит Бог паренек, На окошке у надевичьей все горело гонек. И пока за туманами видит Бог паренек, На окошке у надевичьей все горело гонек. Дорогие друзья, сегодняшняя программа такая тяжелая для Эдуарда Успенского, но такая приятная для нас, для всех, она подходит к концу. Собственно говоря, мы встретимся с вами через неделю, но через неделю уже Новый год. Поэтому мы с вами, естественно, будем его отмечать в нашей гавани, это понятно. И Эдуард Николаевич, надеюсь, не будет уже таким грустным и задумчивым. Мы будем все веселиться и радоваться этому прекрасному празднику. Да, ребята? Друзья, друзья, когда была война, я был домишолькою, и мы пели так. На позицию девушка провожала бойца. Плащ палатку притырила, котелок унесла. И пока за туманами видеть мог пареню, вместе с этой девушкой исчезал котелок. Друзья, ну то извините, что Эдуард Успенский хулиганом был в детстве. И, наверное, оставил он в душе навсегда, потому что вот его детские стихи и проза подтверждают это. Спасибо вам. С днём рождения, Эдуард Николаевич. С днём рождения, Эдуард Николаевич. Эдуард Николаевич. Эдуард Николаевич. Продолжение следует...